Всем привет, друзья! Вы на канале РикТВ и сегодня я вам расскажу, что добавят в новом обновлении в Джелбрейке, а то есть в 11 сезоне. Как вы знаете, сейчас в Джелбрейке у нас идёт 10 сезон, богатые и знаменитые. И он закончится через 6 дней и 12 часов. Можно сказать, через 7 дней, а именно через неделю. Сегодня мы рассмотрим все концепт-арты, которые могут быть в Джелбрейке, которые могут стать... Короче говоря, мы можем посмотреть на картинки, которые станут реально в Джелбрейке, которые вещи будут в Джелбрейке. И разработчик выберет, какие добавить. Там будут всякие машины новые, потом всякие там другие шины, другие покрышки. Другие спойлера. Ну и так многое другое. Ну а ещё я вам в конце видео бонусиком расскажу, что сегодня происходило в Джелбрейке утром. И надеюсь, это уже пофиксили. Ну да, сейчас это пофиксили, а было утром вообще... Я не знаю, как это назвать, что было утром. Ну и давайте уже, конечно, посмотрим на новые сейфики. Сразу говорю, что уберут самый последний сейф. Шестой сейф, как мы можем увидеть, когда мы зайдём во вкладочку сейфиках. У нас будут продаваться первый сейф за 500, за половину, потом за синий за 1000, жёлтый за 2500, потом оранжевый за 5000, красный за 10000. Ну а шестого не будет, шестого не будет. Его просто-напросто удалят, вы посмотрите. Даже сейчас ничего не может выпасть, наверное, из него. Я, если честно, никогда его не покупал. Как вы видите, вот так они будут выглядеть. Первый сейф серый, второй у нас будет зелёненький, третий у нас будет синий, а не оранжевый или жёлтый, там какой он был. Потом четвёртый у нас будет красный, а пятый у нас будет вместо красного фиолетовый. В общем, всё в перевешку. Но, как вы видите, это, мне кажется, очень красиво, и это официальная информация. Вот такие сейфы добавят в игру. Как мы можем увидеть, там у первого там единичка просто нарисована, потом у второго, вы посмотрите, там можно кодовый замок ввести даже, и там есть отсылки, всякие наклеечки. В третьем там что-то непонятно уже, там нужно отгадать пароль, как в казино. Потом в четвёртом там нарисован какой-то ключик в виде, я не знаю, в виде десятки. И десятки, она, видимо, будет стоить десять тысяч, вот такой красненький сейф. Смотрите, единичка и нолик. Ну, а пятый сейф вот такой, он как красный, только пятый, фиолетовый. Вы можете сейчас их сравнить. Вот так выглядят сейчас сейфы в игре. А вот так они будут выглядеть в новом обновлении в одиннадцатом сезоне. Если честно, то мне очень-очень сильно понравились вот эти новенькие сейфики. Они настолько крутые. Ну, я не знаю, они очень крутые. Ещё нам на этой недельке скоро должны добавить двойные экспи с квестов. Те, кто ещё не прошли вот этот пасик. Вы можете его очень легко пройти. Ну, будет Х2, допустим. Арестуй трёх криминалов. Это уже будет 40. 40 умножить на 2 равно 80. Вы представляете, 80 экспи вы получите. Это очень много. Потом, там, собери две тысячи баунти. Вы получите 50. Потом, аграб, ювелирный магазин. Вы тоже получите 50 экспи. Ну, плюс к этому, это очень хорошая новость для тех, кто будет собирать вот хайперхром и копит, хочет их достать. Будет Х2 шанс на выпадение. На выпадение всего. Вам Х2 шанс на выпадение трёх тысяч золота. Х2 шанс на выпадение тысячу золота. Х2 шанс на выпадение хайперхрома. То есть, был 1%, а станет 2%. Как по мне, это очень просто, очень круто. Я обязательно, наверное, буду охотиться на хайперхром, чтобы... Чтобы, конечно же, его получить. Не пропускать же такую возможность. Х2 удача, но это вообще очень круто. Но сейчас давайте переходить к концепт-артам. Кто не знает, концепт-арты, это то, что может быть в игре. То есть, могут добавить это в игру разработчики. Если им очень сильно понравится эта идея. Это идея от, можно так сказать, подписчиков Джейлбрейка. Мы посмотрели все сейфы. Давайте переходить к ним. Для начала давайте перейдем к машинам. Это самое крутое. Вы посмотрите, первый арт, это вот такая крутая машина. Кстати, напомню вам, что 11 сезон будет называться. Это, значит, игрушки и коллекционности, как-то так. И коллекции. В принципе, машина должна для сезона с игрушками быть какая-то игрушечная, из детства. Вот посмотрите, вот такая машина. Мне кажется, она очень крутая. Она нормально так подойдет. Я этой машиночке обязательно ставлю лайк пока что. Давайте посмотрим на следующий концепт. И вы посмотрите, это просто, я не знаю. Я обязательно должен поставить на вот это лайк. Это же вы приедете. Джейлбрейк добавят лего. Ну, возможно, добавят лего, если разработчик захочет. Вы посмотрите, ну, какая крутая эта машина. Все как в лего. Вот такие есть кружочки, как в лего. Чтобы можно было собирать это как пазлы. И я очень надеюсь, что эту машину добавят за 10 левел в 10 сезоне. Боже, в каком 10? В 11 сезоне. Ну и посмотрите, вот так она выглядит сзади. Это второй скринчик этой машины. Как по мне, очень нормально для игрушки. Ну и вот в третий ракурс. Ну, нормальная машина. Мне нравится. Следующая машина, это просто, я не знаю. Это же, это же, это же, это же Hot Wheels. Hot Wheels в Джейлбрейке, это же просто, я не знаю, это, это, это пушка. Вы посмотрите. И вот такие концептики нам предлагают вот создатели. Вот такую машиночку очень крутую. Это тоже очень крутая машина. Я бы хотел тоже, чтобы эта машина попала в 11 сезон. И я, я хочу, чтобы все машины попали в 11 сезон. Чтобы все три машины эти попали. Потому что они настолько крутые. Я не могу это передать словами. Следующий концепт, это у нас вот такой дрон. Дрон вот такой, мы в него садимся и просто летим, как на дроне. Это квадрокоптер. Ну и получается, если его добавить, то у нас уже будет очень много летающих транспортов. Это довольно круто будет для Джейлбрейка. Ааа, это оказывается не дрон. Это не дрон, это не квадрокоптер, а это ховербайк. Кто не знает, есть в субнавтике Беллоу-Зиро. Такой ховербайк можете набрать в интернете. Такой ховербайк. Здесь такие штучки. Ну, в общем, прям из субнавтики. Концепт взяли. Вот так он выглядит с птичьего полета. Достаточно круто. И следующая машина, это очень крутая машина. Я не знаю, это какая, это Hot Wheels или это не Hot Wheels. Это очень крутая машина, она сама по себе красивая, как и Макарон. И мне кажется, именно ее добавит разработчик, то есть Азима. И еще. И вы посмотрите. Смотрите, здесь вот такая прикольная вот такая торпеда. Вы просто бьюзайте нитро и вы просто улетаете. Мне кажется, это очень крутая машина. И еще я заметил на этой машине очень крутую фишку. Вы посмотрите. Если мы вот так приблизим, можно так сказать. Вы посмотрите. Это же кабель для провода, чтобы вставить, подзарядить. Вы посмотрите, вот он прямо в серединке. Чтобы вставить, подзарядить эту машинку. Мне кажется, концепт очень прикольный. Вот еще очень какая-то большая машина. Я не знаю, я не знаю, что это такое. Это или вертолет, или трехколесная машина, или Бэтмобиль какой-то. Я не знаю, что это такое. Но это тоже очень крутой концепт. Вот, и вы просто посмотрите на ее вот зад машины. Я без комментариев. Это же просто офигенно. Я не знаю, я вот именно вот эту машину хочу. Вы просто едете и... Ну блин, это очень круто. Я думаю, все хотят вот эту машину. Напишите, кстати, в комментариях, какую машину вы хотите. Допустим, первую, вторую, третью. Или, допустим, четвертую, а может даже вот эту. Напишите. И вы еще посмотрите, у нее открываются двери. Ну, я не знаю. Это просто мой фаворит. Следующая, это вот такая акула, но это похоже даже на Редлера. С четвертого или третьего сезона. Точно не помню. В котором добавили томб. Тоже прикольная машина. Фары в виде глаз. Очень круто. Давайте теперь поговорим о сейфах. Давайте вернемся к этой теме. И вы посмотрите. В сейфах будут выпадать вот такие призы. Как детали для покрышки вот этой для машин. Потом будут какие-то детали из гаража. Ну, в общем, там какая-то покраска. Возможно, спойлер. Возможно, даже какой-то цвет. Давайте переходить к спойлерам. Вы посмотрите. Кто это придумал просто? Что это за безумие? Это просто, я не знаю. Это можно ослепиться от этого огня. И вы посмотрите. Это просто обычный спойлер. Это не какая-то машина. Мне кажется, это слишком безумная идея. И слишком... Очень много места занимает на машине. И вот так она выглядит с птичьего полета. Ну, если вот так смотреть, то спойлер очень крутой даже. И это, значит, у нас предмет, который может выпасть в сейфе. Это вот такой арт-концепт. Следующий предмет. Это у нас вот такие ключики. И вы посмотрите. И вы посмотрите. Эта штука крутится. Вы посмотрите. Это же очень-очень круто. Прикольно. То есть, этот спойлер с анимацией уже. И он, возможно, будет выпадать в сейфах. Следующий концепт. Это очень логичный концепт. Вы посмотрите. Машинка. Это, значит, у нас будут покрышки, которые тоже будут выпадать из сейфов. И вы посмотрите. Когда вы едете, вот эта машинка, которая вот эта серенькая, она будет крутиться вот так. Это очень логично. Вы едете. А машинка вот так просто мотыляется. Я не знаю, как угорелая. Вы посмотрите. Вот так она ездит. Это очень круто. Следующий концепт. Это у нас плазма-ракетный спойлер. Вы посмотрите. Вы ездите, и он у вас начинает, так сказать, выпускать свое нитро. Как вы посмотрите, вот так он будет выглядеть, когда вы будете ехать. Это очень, тоже прикольный концепт для джилбрейка. Он тоже будет выпадать из сейфов. Следующий концепт. Это у нас нажми Е. Это постоянно такое... Вы просто хотите открыть вентиляцию? Нажми Е. Хотите разломать стену? Нажмите Е. Хотите сесть в машину? Нажмите кнопку Е. Хотите вылезти из машины? Нажмите кнопку Е. Хотите на вертолете подняться? Нажмите на кнопку Е. Ну, в общем, вы понимаете, что такие покрышки должны быть в джилбрейке 100%. Следующий концепт. Это вот такой, значит, спойлер в виде мини-ганов. Вы, по-моему, едете, и он у вас стреляет. Но на урон он никакой не наносит. Следующий спойлер. Он очень крутой. И это вот такая крутая трасса. Здесь вот так машинка может хот-вилл съехать, ехать, потом вот так переезжает, потом куда-то вот сюда, потом на горочку, и вот так опять все по кругу. Я думаю, крутой арт. И, кстати, не забывайте поставить лайк под это видео и подписаться на мой канал, потому что я стараюсь каждый день выпускать новые видеоролики, и вы этим самым меня очень сильно поддержите. Но еще спасибо, что вы досмотрели до этого момента этот видеоролик. И вот, кстати, доказательство того, что добавит X2 удачу на выпадение всего в этих фортунах. Вот так, вот такая X2 удача. Очень крутой ивент будет. Как-то так будет выглядеть иконка совсем вот скоро в джелбрейке. И вот посмотрите. Вот такая есть фортуна в игре, и будет шанс X2 на все, на все. На ноль баксов, на тысячу. Как я вам говорил, это все ранее. Надеюсь, вам понравились эти концепты. Ну, а мы теперь будем переходить к бонусику. Что сегодня происходило утром? Сейчас я вам все расскажу и покажу. Вы посмотрите, у многих людей вылетала игра. А, джелбрейк вылетал. И было написано, вот клиент не отвечает. Ну, в общем, ну, не отвечал джелбрейк. Он вообще, можно сказать, всех выбивал из игры. И даже, вот, когда мы зашли, были вот в это время, когда все это произошло, когда мы заходили на сайт робокса, в джелбрейк играли всего лишь две тысячи. То есть, у всех просто повылетало. Непонятно из-за чего. Итак, сегодня мы, вот посмотрите, сегодня утром люди просто заходили в игру, нажимали на кнопочку играть, и вы посмотрите, все спавнили машину, кто-то заспавнил торпеду, и вы посмотрите, она просто, она просто не ехала. Она двигалась со скоростью 11 миль в час. То есть, торпеда вообще двигается примерно, как минимум, как минимум 200 миль в час. А здесь она, она медленнее комара была, вы представляете? Ну, вот таким, только, вот, там, вертолеты, дроны, всякие летающие тарелки, они могли двигаться. А вот все машины, все машины, которые были в игре, они не могли просто нормально ездить. Вы посмотрите. И я вам хочу сказать, почему это случилось. Да потому, что если отключить, отключить гравитацию, вернее, если включить ее на больше, если отключить гравитацию, то есть ее увеличить, то машина просто просядет, и у нее скорость будет очень маленькая. И вот разработчики джелбрейка как-то сделали так, что на всех серверах было просто гравити плюс 3, а должно быть просто 0 гравити, вернее, 1 гравити. Ну, в общем, сегодня утром была какая-то неразбериха в джелбрейке, ну, а я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики по джелбрейку и по новым вещам. С вами был, как всегда, Рико ТВ. Мы играли в игру джелбрейк, смотрели концептики. Всем удачи и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok